Всем привет! Сегодня у нас среда, 23 ноября 2022 года. Меня зовут Галина и сегодня я хочу поговорить с вами, вы знаете, вот о королеве, английской королеве Елизавете II, которая умерла 8 сентября 2022 года, сколько, два месяца уже назад. Я это видео, вы знаете, сделала для вас, как только приехала из Франции, но, к сожалению, как-то так повернулись обстоятельства, что я сразу это видео вам не показала. Но я знаю, что многим интересно тоже послушать со стороны, как англичане реагируют на это, что здесь сейчас у нас происходит, ну и вообще немного поподробнее о том, как королеву Елизавету провожали в последний путь. И я хочу сразу здесь добавить, что это только мое сугубо личное вот такое вот мнение и видение ситуации. Возможно, я чего-то до конца не знаю, возможно, кто-то имеет совсем другой взгляд на это все, но я говорю, как обычно, только свое субъективное мнение об этом. Восьмого сентября 2022 года всю Британию потрясла страшная новость о том, что умерла королева Елизавета II. Королева умерла в возрасте 96 лет. Она правила дольше всех монархов Великобритании на протяжении 70 лет. И вот так проходит мирская слава. Британцы занимали места еще за сутки и ночевали, вот чтобы увидеть кортедж королевского гроба. Ну и, как вы знаете, я в это время находилась в Париже, как ни в чем не бывало. И вот именно эту весть я узнала в Париже. Я была тоже, конечно, шокирована этой новостью неприятной. Ну и на следующий день я уже должна была ехать в Великобританию. Конечно, лил сильнейший дождь по всей трассе. Ну и я, конечно же, там, пока я находилась в дороге, в 9 часов я возвращалась опять же. Я не слышала никаких BBC каналов. Ничего не было мне известно. И когда я прибыла в Лондон, я стала смотреть по сторонам. И вот на протяжении всего, всей трассы, вот только вот такие вот портреты королевы Елизаветы. Вы видите, в черной рамке вот слева. Я медленно вам показываю. На автобусных остановках. Ну и еще кое-где висели баннеры. Черные. И там просто было написано на черном фоне королева Елизавета и годы ее правления. В витринах магазинов можно было также увидеть портрет королевы и напись годы ее правления. Вот сказать по правде, меня это, конечно, немного удивило, потому что я была уверена, что так долго правящий монарх, и сейчас тут будут все в черном, особенно в Лондоне, знаете, везде. Как-то, ну как-то будет виден этот траур. Только-только умерла королева. Вроде бы как любимица. И вот я приехала в Портсмасс, и я остановилась вот в этом вот отеле. Так как я на последний паром опоздала вечером, и я подумала, что я здесь в Портсмассе переночую, погуляю целый день, посмотрю, что и как. Может быть, даже увижу вот поподробнее, что о королеве говорят. И вообще, чем тут дышат англичане. И вы знаете, я показывала вам вот этот кусочек, когда я в отеле включила телевизор, то там показывали постоянно Чарльза, сына королевы. Как говорится, король умер, да здравствует король. Да, ну и тут, я думаю, вам будет интересно посмотреть на мой номер, который я сняла здесь за 60 фунтов. Ночь, вот такой вот замечательный. Посмотрите, я специально для вас его потихонечку весь запечатлела. И у меня работает фоном телевизор. Я, наверное, всё утро слушала новости и поражалась. Только по третьему, четвёртому каналу BBC, наверное, там говорили о королеве Елизавете II, вспоминали её молодость. Очень много там было документальных съёмок, где она со своей семьёй с детства, её первое выступление на радио. В общем, всё-всё-всё-всё-всё. А на первом канале продолжали крутить только о будущем короле Чарльзе, или как его уже теперь называют, король Карл Третий. Маргарет, Беккет, lots of funny moments as well. And the period of mourning does continue today, but what I think we will also start to see is moving forward, looking ahead to new relationships. The new king will meet the whole cabinet today after meeting the Prime Minister, Liz Truss, for their first in-person audience. Yesterday, we overheard the opening remarks to each other. The Prime Minister offering her condolences, and the king saying that this was the moment that he had been dreading, a reminder really that this is a man who had lost his mother just the day before, and she was the Prime Minister who was only a few days into her role. Both of them taking over at what is undoubtedly a difficult time for this country with the cost of living crisis. I think some people will feel... Вот, дала вам немного послушать, как целый день по BBC каналам только и говорили о смерти королевы и о том, что тут происходит. Во-первых, интересно, может быть, вам было послушать английский язык с носителями, а во-вторых, вы, наверное, услышали, что там говорили как раз про премьер-министра нового Ли Страсс. Так вот, Ли Страсс получила свой пост премьер-министра Великобритании 5 сентября 2022 года, а уже 6 сентября 2022 года она была на аудиенции с королевой Елизаветой II. Встреча проходила по запланированному протоколу, как и всегда это было в Великобритании. Правящий монарх поздравляет нового премьер-министра с его должностью. И вот точно так же эта встреча произошла за два дня до смерти королевы. Вот эта фотография, где королева обменивается рукопожатием с Ли Страсс. И вот, посмотрите, королева здесь улыбается, выглядит вполне нормально. Ну, на свой возраст, 96 лет, выглядит нормально, скажем так. И кто бы мог подумать, что спустя всего лишь два дня после этой встречи королева умирает. И вот вы не можете себе даже представить, что тут началось. После этого фотографию, которая попала в прессу, стали рассматривать буквально под микроскопом. Посмотрите, здесь даже рукопожатие королевы или Страсс, вот увеличено здесь, в правом углу показано. И уже даже выходили статьи в британской прессе с заголовками, а что сделала Ли Страсс с королевой, почему королева умерла спустя короткое время после их встречи, возможно ли, что Ли Страсс как-то на это повлияло. И в британской прессе просто начался скандал. выходили одна за одной такие статьи, разоблачающие Ли Страсс, такие броские сголовки, что через несколько часов после рукопожатия с Ли Страсс королеве Елизавете стало плохо и загадка ее смерти. И дальше тут, вот сейчас зачитаю даже вам, весь четверг из Великобритании поступали сообщения, что врачи выражают беспокойство по поводу состояния здоровья королевы. Смерть Елизаветы спустя два дня после встречи с Ли Страсс вызывает все больше вопросов и на них нет ответов, особенно на фоне вскрывшихся подробностей политического становления госпожи Трасс. И Ли Страсс тут вспомнили, что она всегда высказывалась против монархии. И вот ее, вот такая вот цитата, сейчас я вам ее прочту, «Сама идея того, что люди рождены для того, чтобы править, то только лишь по праву принадлежности к одному семейству ты становишься главой государства, это позор в развитом государстве». Это слова Ли Страсс. И вот это раздули просто до неимоверных размеров Ли Страсс. Ну и как мы с вами понимаем теперь, это все была заказная кампания против Ли Страсс, которая и так-то не особенно пользовалась популярностью у британцев. А тут еще и такая история. Но и это еще не все. Ли Страсс, наверное, вы знаете, можно было спокойно занести в книгу рекордов Гиннесса по нескольким, по нескольким пунктам. Ну, во-первых, самое короткое правление премьер-министра в Великобритании. Она правила всего лишь, по-моему, 45 дней. С 5 сентября по 25 октября. И еще, конечно же, то, что она за время своего вот такого вот короткого правления успела иметь аудиенцию сразу с двумя монархами. Буквально через день после смерти Елизаветы, а именно 9 сентября 22 года, новый король Чарльз, то есть Карл III, также имел аудиенцию и встретился с премьер-министром Лис Трасс. И, казалось бы, кому еще могло так повезти из премьер-министров сразу встретиться с двумя монархами. Но вот у Лис Трасс что-то не задалось. И хоть Лис Трасс имела и вторую аудиенцию с королем Карлом III, но он, уже зная, что она уходит в отставку, и она никого не удовлетворила на своем посту, он ей даже там нахамил. Он сказал, что, о боже, неужели это опять вы? Эта встреча происходила 12 октября, буквально через месяц после первой встречи. Но вернемся к королеве Елизавете, к ее смерти, к ее похоронам. Вы знаете, вот для меня немного оказалось странным. Та история, что мне казалось, во-первых, что эти похороны, они будут как-то более, наверное, грандиозными, пышными. Вот как-то не случилось. Хотя вот говорят, что, наверное, должен быть счастлив тот, кто застал рождение нового короля и его похороны. Это бывает очень-очень редко. Но, тем не менее, вот получилось, что мы застали сразу вот такие вот истории. Ну и дальше, на что я хочу обратить внимание, то, как британцы провожали свою королеву. Ну, во-первых, конечно же, когда умирает монарх или кто-то из royal family, монаршей семьи, всегда британцы приносят тысячи и тысячи букетов цветов и возлагают их у букингемского дворца. И вот я нашла вам фотографию. Посмотрите, какое огромное количество здесь цветов. Но это не смерть королевы Елизаветы. Это смерть Дианы. Вот настолько любили британцы свою принцессу Диану. Четыре дня подданные Британии несли и несли цветы к букингемскому дворцу. И королеве Елизавете пришлось все же выйти и почтить память принцессы Дианы. Здесь королева Елизавета со своим мужем, принцем Филиппом. И вы посмотрите, какое огромное количество цветов возложено здесь у букингемского дворца. А вот сколько цветов возлагается и было возложено, когда умерла королева Елизавета II. Тут даже, по-моему, нечего и комментировать. Вы знаете, кстати, я не смогла найти. Была такая тоже фотография, где новый принц Карл III со своей женой Камилой, они тоже вышли так же, как и Елизавета II с принцем Филиппом к букингемскому дворцу. Но это такая тоже традиция. И они ходили вдоль этих возложенных цветов, читали там какие-то эпитафии, комментарии, записки. Но вот там сразу было видно. просто огромная разница в количестве цветов смерть принцессы Дианы и смерть королевы Елизаветы. Вы знаете, тут даже ничего и придумывать не стоит. И, кстати, даже я такого и не предполагала. Мне казалось, что королеву Елизавету все британцы почитают, обожают, любят. Но вот видите, как говорится, все у нас здесь видно сразу. Отношения. И то, как, на мой взгляд, немного вяло проходила церемония похорон Елизаветы II. И то, как быстро все каналы BBC стали показывать нового короля и уделять внимание именно королю, Карлу III, принцу Чарльзу. Вот все это для меня, например, было немного странным. И тем не менее, наверное, что 70 лет правления – это целая жизнь целого поколения. И, может быть, действительно, что люди уже начинают уставать от такого длительного срока правления одного монарха. И вот, знаете, принц Чарльз так долго ждал престола. И вот когда он вступил на престол, он постарался очень понравиться своим подданным британцам. Он издал много законов, которые, наверное, именно были направлены на то, чтобы его подданные британцы его полюбили и приняли как короля. Но здесь получается, что все равно, опять же, вот эта тень, его жены, принцессы Дианы, она не оставляет принцу Чарльзу каких-то шансов. Конечно же, время прошло, и время все лечит и сглаживает, но тем не менее, мне кажется, что принц Чарльз, нынешний король Карл III, он уже не может стопроцентно завоевать сердца британцев, как бы он ни старался. Хотя, как говорится, поживем-увидим. Нынешний король Карл III, он еще не коронован, и коронация будет объявлена, наверное, время коронации. Это примерно происходит через год после смерти предыдущего монарха. И, конечно же, тоже будет грандиозное и пышное мероприятие коронации нового короля Карла III. А мы с вами будем следить за всеми новостями. Тем, кому интересно, я смогу тоже рассказать и показать вот коронацию Карла III. Расскажу вам также, станет ли его жена, принцесса Камила, королевой, или все-таки нет. Ну, а я вот в прошедший след, как говорится, как смогла, рассказала вам вот это вот грандиозное событие, которое произошло в Великобритании совсем недавно. И, как обычно, я говорю спасибо всем, кто досмотрел до конца моего видео. Я благодарю всех тех, кто поставил лайк моему видео. Я также хочу, как обычно, пожелать нам всем мира и добра. И я желаю вам, друзья, пожалуйста, берегите себя в это трудное время. И еще увидимся, я надеюсь, в скором времени. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok